Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютной пары индексов на предстоящий день. Понедельник, 9 октября и давайте посмотрим, с чем у нас открывается рынок после нонфармов, которые были прошлую пятницу. По паре евро-доллар на текущий момент тенденция продолжает снижаться. Для продолжения покупок по данному активу нам необходимо увидеть уход выше отметки 1.1770 и после этого уже перспективы роста по евро будут более вероятны с целями движения сначала в область 1.1834 и далее уже на 1.1974. Для целей нисходящего движения у нас остаются прежними, это области 1.1656 и 1.1590. Пара британский фунт и американский доллар также на текущий момент продолжают снижаться. Ближайшие цели по нисходящему движению это обновление минимальных значений, которые мы видели в пятницу, область 1.3023, далее уже 1.2979 и далее 1.2850. Если говорить о возобновлении покупок, то первые предпосылки к этому могут появляться после обновления максимальных значений, которые мы видели в прошлую пятницу. Это область 1.3124, закрепление за ними и тогда уже движение в области 1.32134 будет более вероятно по данному активу. Пара американский доллар и японская иена на текущий момент находятся в восходящем движении. Если говорить о возобновлении продаж по данному активу, то этот сценарий будет актуален после ухода ниже отметки 1.11218. На текущий момент цели по восходящему движению находятся в области 1.1433. Пара австралийский доллар и американский доллар также на текущий момент продолжают снижаться. Для возобновления покупок по данному активу необходимо увидеть закрепление выше максимальных значений, которые мы видели в прошлую пятницу. Это отметка 1.7797. Цели по восходящему движению будут в этом случае 1.7872 и 1.8090. Ну а те тенденции, которые на текущем момент остаются актуальными, то есть пока это продажи по австралийцу, цель по нисходящему движению это область 1.7718 и далее 1.7621. Пара американский доллар и канадский доллар на текущий момент также находятся в восходящем тренде. Тенденции на укрепление продолжаются. Ближайшие цели по восходящему движению это область 1.2618. Первая цель и далее уже 1.2760. Если говорить о продажах по данному активу, то здесь нам нужно увидеть как минимум закрепление ниже минимальных значений, которые мы видели в пятницу. Это отметка 1.2525 и далее уже откроется следующая цель в области 1.2430 и 1.2340. Пара евро-фунт на текущий момент также продолжает двигаться в своем тренде, который был сформирован на прошлой неделе. Тренд остается на укреплении евро по отношению к британскому фунту с ближайшими целями движения в область 9025. Если говорить о продажах по данному активу, то только после ухода ниже минимальных значений, которые увидели в пятницу, отметка 89.23. И в этом случае цель по нисходящему движению ближайшая будет на отметке 88.02. Золото сегодня с утра обновило максимальное значение, которое мы видели в пятницу. Это отметка 1.276 долларов за тройскую унцию, поэтому на текущий момент в рамках краткосрочной тенденции мы можем говорить о том, что тенденция по золоту идет на укрепление с ближайшими целями движения в область 1.289 долларов за тройскую унцию. Возврат к продажам уже будет актуален после преодоления минимальных значений, которые мы видели в пятницу в области 1.260 долларов за тройскую унцию. В этом случае цели по нисходящему движению останутся на уровне 1.251. Нефть марки Brent на текущий момент также мы видим в пятницу обновление минимальных значений, которые мы видели в четверг, поэтому на текущий момент тенденция на ослабление в рамках краткосрочного таймфрейма по нефти марки Brent остается в приоритете. Ближайшие цели по нисходящему движению это 54.80 и 53. Если говорить о возобновлении покупок, то только после обновления максимальных значений, которые мы видели в пятницу, область 57.55. В этом случае цели будут 58.60 и 59.61. По индексу DAX на текущий момент мы также видим продолжение торговли вблизи исторических максимумов по данному инструменту, поэтому на текущем ближайшая цель по восходящему движению, которое пока остается в приоритете, это движение в область закрепления выше отметки 12.995 и далее уже движение на 13.000 ровно. Начало коррекционного нисходящего движения по индексу DAX мы сможем отметить в том случае, если индекс может уйти ниже минимальных значений, которые мы видели в пятницу, а именно закрепиться ниже отметки 12.940. Итак, коллеги, я напоминаю, что сегодня понедельник, а как всегда каждый понедельник в 19.30 по Москве у нас проходит вебинар, на котором каждый из инструментов мы разбираем более подробно. Ссылка на регистрацию на вебинар будет под этим видео. Всем желаю хороших выходных и до встречи на вебинаре.